Холодная вместо горячая. Жители шести многоквартирников Тюмени вынуждены сливать воду кубометрами, прежде чем в кране появится теплая вода. Жалобы о ней пишут несколько лет, но не могут добиться результата. Евгения Зубцова выяснила, в чем проблема и от кого ждать помощи. Сейчас, ну, еле тепленькое. Горячей воды в доме Фаины Пановой нет с 2000-го. Чтобы дождаться хоть немного теплой, ее нужно пропускать минут 15. Это в пять раз дольше, чем положено по нормативу. В трубу вместе с десятками литров воды вылетели тысячи рублей. С соседями написала уже не одну жалобу. И мы уже только куда не ходили. Мы во все ходили, никто нам ничего не делает, обещаниями кормят и ничего не получается. При этом раньше, дому около 35 лет, горячая вода была. Нам удалось выяснить, в советское время в подвале стоял бойлер. Он сломался. Чтобы не чинить дорогое оборудование, многоквартирник напрямую подсоединили к тепловому пункту. Но со временем труба обратной подачи воды сгнила. На самом деле, отсутствие горячей воды здесь проблема ни одного дома. Страдают жители еще пяти многоквартирников. Все они запитаны вот от этого центрального теплового пункта, который находится в нескольких метрах от них. Кстати, у жилых зданий нет циркуляционной системы, поэтому и возникают перебои с горячей водой. 45-46 градусов. Программа телеметрии показывает, сколько градусов сейчас вода в доме. Норма 60, а по факту максимум 55. Главный инженер управляющей компании лично пишет письма тепловикам последние три года. Просит восстановить циркуляцию. Без них не решить проблему. Это их сети. Дорогой объем работы. Это надо вскрывать землю, копать, прокладывать по земле трубопроводы, устанавливать насосы в ЦТП, чтобы вода горячая циркулировала круглосуточно. И тогда будет уже выполнено требование правительства. Впервые за годы переписки к управляющей компании на прошлой неделе приехала комиссия тепловиков. Осмотрели оборудование, взяли на карандаш, но неизвестно, будут ли восстанавливать циркуляцию. Жителям проще установить свои водонагреватели и идти в суд. Все-таки это недопоставка услуг.